Гоктуркс – тюркский народ, что форма горного Алтая в народности, небесные тюрки или голубой турки, древнетюркский, латинизируется, турук-бадун, китайский туэ-уадю-гелиста и, была кочевой конфедерацией тюркских народов средневековой внутренней Азии. Гоктурки под предводительством Бумена Кагана, Ум. 552, его сыновей унаследовали Журанский Каганат в качестве главной державы в регионе основали Тюркский Каганат, одна из нескольких кочевых династий, которые будут определять будущую геолокацию, культуру и доминирующее верование тюркских народов. Строго говоря, общее имя Гоктурк является анатолийско-турецкой формой и эндонима исторической этнической группы, которая засвидетельствована как древнетюркская, латинизированная, турук-древнетюркская, латинизированная, коктурук, или древнетюркский, латинизированный, тюрк. Они были известны в среднекитайских исторических источниках как и тутзуэ, китайский, реконструировано на среднекитайском языке как латинизированное. Согласно китайским источникам, тюэ означало боевой шлем, китайский пениинь, доумэу, уадигелис, тау-1-мау-2, как сообщается, потому что форма горного Алтая, где они жили, была похожа к боевому каске. Рона Тасс, 1991, указал на хатанеско-сакское слово «туракокрышка», семантически расширяемая до шлема, как возможный источник этой народной этимологии, однако Голдин считает, что эта связь требует дополнительных данных. Небесные турки или иногда голубые турки, то есть потому что небесно-голубой ассоциируется с небесными царствами. Это согласуется с культом предписанного небесами правления, который был повторяющимся элементом политической культуры Алтая и, как таковой, мог быть заимствован казахами. Китайские источники связывают ху на их северных границах с хунну. Так же как греко-римские историографы называли панонских аваров, гуннов и венгров с кифами в составе разнородного жужжанского каганата тюрки в течение нескольких поколений жили к северу от Горного Алтая, где они занимались обработкой металла. По словам Дениса Синора, приход к власти клана Асина представлял собой внутреннюю революцию в жужжанском каганате, а не внешнее завоевание. Гактургс достигли своего пика в конце шести века и начали вторжение династии Суй в Китае. Однако война закончилась разделением тюркской знати и их гражданской войной за трон кагана. При поддержке императора Вайн Суй, Ями Каган выиграл соревнования. Однако империя Гактург была разделена на Восточную и Западную империи. Ослабленный гражданской войной, Ями Каган объявил себя верным династией Суй. Когда Суй начал приходить в упадок, Сиби Каган начал атаковать его территорию и даже окружил императора Яна Суй в осаде Ян Минь. 615 граммов. Н.э. Со 100 тысяч кавалерийскими войсками. После крушения династии Суй Гактюрки вмешались в последовавшие за этим гражданские войны в Китае. Оказав поддержку северо-восточному мятежнику Лю Хэта против восставшего Тан в 622 и 623 годах, Лю пользовался долгой чередой успехов. Но в конце концов был разбит лишь Эмином и другими танскими генералами и казнен. Тогда была основана династия Тан. Между Гактюрками и Тан, наконец, вспыхнули, когда Тан постепенно воссоединил Китай. Гактуркс начали атаковать и совершать набеги на северную границу империи Тан и однажды направили свои основные силы в Чинань, столицу Тан. Не оправившись от гражданской войны, Тан на короткое время вынужден был отдать дань знатый Гактюрк. Объединившись с племенами, противостоящими Гактюркскому Каганату, в генетическом исследовании, опубликованном в журнале «Натуре» в мае 2018 года, были изучены останки четырех элитных тюркских солдат, захороненных между трехсот годах нашей эры и семьсот года. В Центральной Азии также были обнаружены свидетельства европейского происхождения, свидетельствующие о продолжающихся контактах с Европой. Последующие тюркские государства Центральной Азии отображаются даже более высокие уровни восточно-азиатского происхождения, что свидетельствует о том, что Центральная Азия и казахи генеалогическое древо геоктюрков-лошади в войне в Восточной Азии Хазары Хронология Тюркских Народов 500-1300 Здравствуйте! Подписывайся на канал! Нажми на колокольчик!